Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Распространение Евангелия в народах. Исцеление. Спасение. Чудеса. Свобода. Увидьте Иисуса в действии. Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька-младшим. Привет и добро пожаловать на программу «Расцвет пробуждения». Это я, ее ведущий, Хермес Фалька-младший. Сегодня у нас есть для вас особая программа, и я верю, что Бог коснется вас и вложит слово в ваши сердца. Мы также будем молиться о людях, о семьях, об исцелении, и мы верим, что Бог коснется вашей жизни во время просмотра этой программы. Наше служение называется «Расцвет пробуждения». Мы ездим по всему миру, распространяя Евангелие Иисуса Христа и показывая людям, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. Это служение существует уже 8 лет, и за эти годы мы видели спасение тысяч людей. Бог исцеляет больных, освобождает угнетенных, отпускает измученных на свободу и приносит радость Духа Святого. Сегодня у меня есть для вас послание, которое вас ободрит и благословит. Это первое послание Коринфянам, 15 глава, 17 стих. В этом месте Писания написано, «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших». Вы когда-либо думали о том, что является отличительной чертой христианства от всех остальных религий мира? Вы когда-нибудь задумывались над тем, что делает Иисуса таким особенным? Я много размышлял об этом и пришел к выводу, что то, что действительно выделяет христианство, и что действительно делает Иисуса, Сына Божьего, таким особенным, это то, что Он не просто говорил какие-то добрые вещи, но воскрес из мертвых, как Он и предсказывал. Он воскрес из мертвых. Он умер на кресте за наши грехи, пролил Свою кровь и восстал из мертвых в третий день. И здесь апостол Павел говорит о том, что если Христос не воскрес, то и вера в ваша тщетна. Иначе говоря, если Христос не воскрес из мертвых, то христианства не существует. Тогда тщетна проповедь с Евангелия, тогда нет спасения и нет исцеления. Черта, отличающая христианство, состоит в том, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Все остальные лидеры мировых религий или великие философы говорили какие-то идеи, учили каким-то хорошим моральным вещам, но они сейчас в могиле. Уж извините меня за прямоту. Тогда как Иисус Христос не просто учил добру, Он — Бог, пришедший во плоти, живший среди нас. Он учил, Он являл Свою любовь. Его служение сопровождалось чудесами и знамениями. Он избавлял угнетенных. Он показал Свою власть, будучи здесь, на земле. И мы знаем из Писания, что Он был распят, пролил Свою кровь за наши грехи, и в третий день Он воскрес из мертвых. Это потрясающе. Друзья, я хочу вам сказать, что мы служим удивительному Богу. Мы не служим какому-то абстрактному Богу, но Богу, который желает участвовать во всех сферах нашей жизни. Он желает иметь с вами отношения, иметь с вами общение. Он хочет говорить с вами. Он хочет, если вы еще не познали Христа, сделать вас своим ребенком через Иисуса Христа. Библия говорит, принявшим Его, Он дал власть стать сынами Божьими. Да, и аминь скажу на это слово. Поэтому нам нужно понять, какому Богу мы служим. Мы служим удивительным, сильным, сверхъестественным, всемогущим, всезнающим, справедливому, праведному Богу. И этот прекрасный Бог, кого мы называем своим Отцом, заинтересован в том, чтобы благословить нашу жизнь. В этой программе мы хотим показать вам видеосюжеты о чудесах из разных народов. Мы покажем вам сюжет из Филиппин, Бразилии, из Финляндии, о том, что Бог совершил в жизни людей. Мы получаем письма с историями. Бог исцеляет слепых, глухих, немых, хромых. Он исцеляет опухоли и другие заболевания силой имени Иисуса. И все это благодаря тому, что Иисус воскрес. Он воскрес из мертвых в третий день. Если вы найдете его гробницу в Израиле, вы увидите, что его там нет. Он воскрес. Он воскрес из мертвых. Вот какого Иисуса мы проповедуем. Но это еще не все. Библия говорит, что когда вы принимаете его, вы становитесь новым творением во Христе. Древнее прошло, а теперь все новое. И вы приняли Духа Святого, «Того, кто воскресил Христа из мертвых». Ведь послание к римлянам, 8 глава, 11 стих, говорит, что Дух того, кто воскресил Христа из мертвых, обитает в нас. Тот же Дух, что воскресил Христа из мертвых, живет внутри вас. Я также хотел бы прочитать вам место из Евангелия от Марка. Это 16 глава, 20 стих. «А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями». Это уже интересно. Иисус воскрес и был с учениками. Библия говорит, что после этого Он был вознесен на небеса. А затем ученики пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Библия говорит, что Евангелие Христа подтверждается. Проповедь слова подтверждается знамениями. Всякий раз, когда мы проповедуем неизменное, бескомпромиссное Слово Божие, мы видим, что Иисус содействует нам, подтверждая проповедуемое Слово. Евангелие — это не религия. Иисус — не религиозный деятель в истории. Нет-нет, Он настоящий и живой. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Он хочет продемонстрировать это в вашей жизни. Евангелие — это живое послание с живым Христом, воскресшим Господом, который тот же, тот же Иисус, которого мы видим в Библии, тот же Иисус, кто исцелил слепого в Артемея и женщину с кровотечением. Тот же Иисус здесь и сегодня. И Он желает прикоснуться к вам, где бы вы сейчас ни находились, какую бы национальность вы ни представляли, какую страну, на каком языке бы ни говорили, где бы ни родились, Иисус любит вас, и Он живой. Если вы воззывете к Нему, то спасетесь. В Библии сказано, «Всякий, призывающий имя Господня, спасется». Это та добрая весть, которую мы приносим. Мы проповедуем Евангелие. Проповедуем Иисуса распятого и воскресшего. Мы проповедуем Мессию, Того, Который пришел на землю, умер за наши грехи, воскрес из мертвых, вознесся на небеса, сел одесною Отца. Он послал Духа Святого всем верующим и пообещал жизнь вечную. Я очень рад возможности показать вам в этой программе «Силу Божию». Одно дело, когда мы просто что-то говорим, что-то делаем, что-то доброе, прекрасные проповеди, но мы переходим на другой уровень, когда демонстрируем Евангелие. Я верю, что Бог призывает наше поколение не просто проповедовать хорошие проповеди, но являть силу Царства Божьего. Евангелие должно быть не только проповедано, но и явлено. Именно это мы и хотим вам показать. Хотим показать вам силу Божию, которая касается людей, побеждает смерть, исцеляет больных и являет реальность того, что Иисус живой. Каждый раз, когда мы видим чудеса, о чем они нам говорят? Это то, что находится за пределами видимого. Это демонстрирует нам не просто, что кто-то исцелен, но что Иисус живой сегодня. Мертвые ничего не могут сделать, только живые способны действию. И если Иисус исцеляет, это потому что Он живой. И мы покажем вам сегодня видеосюжеты о чудесах, которые вдохновят и укрепят вашу веру. Эти сюжеты назидают веру людей. Мы показываем свидетельства, делимся Словом Божиим, проповедуем Евангелие. Мы научаем Слово. Мы беседуем с людьми и так далее. И наша цель — превознести имя Иисуса Христа. Поэтому давайте прямо сейчас посмотрим видео. После того, как мы вернемся в студию, я буду молиться за вас и за ваши семьи. Выйдите из зоны комфорта, увидьте Иисуса в действии и будьте частью этого. Присоединяйтесь к нам в «Миссии чудес в Бразилии-2017» с Хермесом Фальком-ладшим и Чарли Шемпом с 1 по 9 июня. Вы увидите чудеса, спасение, сострадание бедным, а также служение детям. Давайте делать историю вместе. Зарегистрируйтесь прямо сейчас на сайтах, адреса которых вы видите на ваших экранах. destinyencounters.com Сломан копчик. У вас сломан копчик? Да. А сейчас? Я чувствую Женя. Женя, спасибо, отче, спасибо, Господи, за исцеление этого копчика. И мы провозглашаем, что этот копчик абсолютно и полностью исцелен. Прямо сейчас произошло исцеление копчика во имя Иисуса Христа. Принимайте. О, спасибо, Господь. Спасибо тебе за это чудо. Чья-то лодыжка исцеляется прямо сейчас. Вы ее вывихнули, но сейчас вы получаете исцеление. Халилуя. Во имя Иисуса будьте исцелены. Спроси-ка ее. Спроси, как она себя чувствует. Она чувствует жар в своей ноге. Жар? О, спасибо, отец. Закройте ваши глаза. Благодарим тебя, отец, за твое помазание на чудеса, которые ты изливаешь. На эту женщину примите это помазание. Поднимите ее. Она чувствует боль в позвоночнике. Что? Боль в позвоночнике? И сколько это уже длится? Скажите нам. Десять лет. Десять лет? Так, давайте-ка. Подойдите сюда и повторяйте за мною. Давайте. Еще. Еще. Не стесняйтесь. А теперь еще быстрее. Еще. Слава Иисусу! Воздайте Ему славу. Десять лет. Целых десять лет. Только посмотрите, у этой женщины был сломанный копчик. А теперь посмотрите, что с ней происходит. Вы почувствовали, что-то проходит буквально по вашей спине? Она почувствовала какое-то движение в позвоночнике. Она почувствовала, как что-то происходит. Это помазание Святого Духа. Ты пришла сюда на костылях. А где твоя мама? Скажи-ка. Она здесь? Здесь ее дядя. Только посмотрите, а. Как тебя зовут? Кто здесь знает эту девочку? Итак, ты пришла сюда, и что с тобой произошло? Ты пришла сюда, опираясь на свои костыли. Ведь так? Давай-ка расскажи нам теперь, почему. Мне было очень больно ходить. Ну, скажи, насколько больно по шкале, скажем, от единицы до десяти. Девять. По шкале от одного до десяти на отметке девять. Так, понятно. Ты пришла на служение с болью, да? Как больно тебе было, когда ты пришла на это служение. Что ты не могла делать раньше из-за боли? Приседать. Сейчас ты будешь приседать во имя Иисуса. Ну-ка, давай. Ты что, вообще раньше не могла приседать? Вообще. Она совсем не могла приседать, пока огонь Божий не прошел по ее телу. Давай-ка теперь повторяй за мной. А прыгнуть можешь? Давай прыгай. Прыгай, я сказал. Боли нет? Нет. Слава Господу Иисусу. Бог хочет творить чудеса. И одно такое чудо вы сейчас увидели. Когда кто-то приходит на костылях, а уходит уже без из них. Ты счастлива? Тебе уже не нужны твои костыли, да? Иисус реален, и Он творит чудеса сегодня. Правда, удивительно? что произошло? его левая сторона была парализована. Понимаете? Полностью. ой, Иисус. Подними руки. Ты можешь сжимать или разжимать? Его левая сторона была полностью парализована. Из-за чего? Да. 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 У Него было множество болезней, что привело к параличу. И теперь вот посмотрите на Него. Давай-ка. Пошевели руками. Давай. Поднимай их. Он не мог пошевелить рукой. Только гляньте на это. Воздайте Богу славу. Аллилуйя. Дружище, подними правую руку. Ну и еще раз. Уже два года она не слышит на левое ухо. Церковь, молитесь, стойте в вере. Ухо откройся. Откройся. Во имя Иисуса. Ухо. Сейчас же открывайся. Во имя Иисуса из Назарета. Скажи, твое ухо открылось? Да, открылось. Я слышу. Вы слышите? Да, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я слышу. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Господи. Это так чудесно. Я два года не могла слышать на это ухо. Спасибо, Господу. Как долго? Два года я не слышала этим ухом. То есть совершенно ничего не слышала? Да, вообще ничего. Было очень сложно. Спасибо, Боже. И что произошло сейчас? Иисус исцелил меня. Восплещите Господу Иисусу. Выйдите из зоны комфорта. Увидьте Иисуса в действии и будьте частью этого. Присоединяйтесь к нам в миссии чудес в Бразилии 2017 с Хермесом Фальком Младшим и Чарли Шемпом с 1 по 9 июня. Вы увидите чудеса спасения, сострадания бедным, а также служения детям. Давайте делать историю вместе. Зарегистрируйтесь прямо сейчас на сайтах, адреса которых вы видите на ваших экранах. destinyencounters.com Аллилуйя! Слава Господу! Я становлюсь очень взволнованным, когда я вижу, как движется Бог, потому что это Бог являет людям реальность того, что Иисус живой. Во всех этих служениях, которые вы видели, мы делали призыв к покаянию. Души приходили в Царство Божие, люди приходили к Иисусу Христу, кто-то вышел, чтобы впервые принять спасение, кто-то обновил свой завет с Богом, те, кто отступил, вернулись к Иисусу. В особенности благодаря тому, что они увидели движение Иисуса, увидели силу Святого Духа. Это обличило их сердца. Я верю, что вы увидели сегодня силу Божию, и я хочу помолиться Богу о вас. Хочу молиться Богу с вами и верить, что Господь прострет свою руку на ваш дом и на вас. Он прикоснется к вашей жизни, освободит, избавит вас от зависимости, от страха. Верю, что помазание Божие, которое сокрушает всякое ермо, будет высвобождено сегодня на вас и ваших близких. Аминь. Те из вас, кто видел рекламу о нашем служении в Бразилии, приезжайте. Где бы вы ни находились, в какой бы стране вы можете приехать в Бразилию с нами и принести Евангелие. Мы будем молиться за больных, будем служить и помогать бедным людям и детям. Это великолепная возможность, чтобы вы могли потрудиться вместе с нами и увидеть, как Евангелие распространяется удивительным образом. Вы будете не только зрителям, но и участникам. Если вы говорите, у меня нет опыта, не волнуйтесь, мы вас научим всему. Для этого мы и организовываем наши миссионерские поездки. Мы хотим обучать людей, чтобы они могли увидеть силу Божию, дары Духа Святого. Но прежде, чем эти дары будут высвобождены, мы хотим обучить вас, чтобы вы могли молиться за больных, чтобы вы могли пророчествовать, проповедовать Евангелие и заливать на людей любовь Божию. Не бойтесь, что у вас нет опыта. Приезжайте, если у вас есть желание увидеть Иисуса в движении. Итак, сейчас я хотел бы молиться о вас и верить Господу. Если у вас есть какая-то нужда, то прошу вас положить руку на сердце. Если у вас какая-то болезнь, положите вашу руку на больное место. Хочу высвободить над вами Слово Божие. Хочу высвободить на вас верой, исцеляющую силу во имя Иисуса. Давайте же помолимся прямо сейчас. Отец, я прошу во имя Иисуса коснуться всех, кто сейчас смотрит эту программу. И где бы они сейчас ни находились, я прошу тебя, Господь, коснись твоего народа. Коснись того человека, кто сейчас взывает к тебе, у кого есть нужда. Может быть, у вас финансовая нужда. Господи, мы высвобождаем прямо сейчас твое обеспечение. Простри руку свою и коснись того, кто сейчас смотрит, кто отчаянно ожидает чуда. Господь, мы сейчас верой высвобождаем все это во имя Иисуса. Твое слово говорит, что все, что мы свяжем на земле, будет связано на небе. И все, что мы разрешим на земле, будет разрешено на небесах. Поэтому мы высвобождаем силу Божию на этих людей прямо сейчас во имя Иисуса. И мы провозглашаем, что чудеса приходят. В ваш дом приходит спасение. Провозглашаем свободу от рабства. Те, кто находятся в плену алкоголя именем Иисуса, будьте свободны. Те, кто зависимы от наркотиков, во имя Иисуса, вы свободны. Прямо сейчас во имя Иисуса мы провозглашаем свободу вам и вашим близким. Во имя Иисуса мы приказываем всякому бремени убраться. И всем болящим я говорю во имя Иисуса будьте исцелены прямо сейчас. Я приказываю всякой боли оставить ваше тело. Я приказываю всякой опухоли рассосаться и исчезнуть. Я приказываю всякой мигрени и головной боли быть исцеленными во имя Иисуса. Я приказываю всякому угнетению от дьявола убраться во имя Иисуса прямо сейчас. Благодарим Тебя, Отец, за Твою силу, за Твой мир, который приходит в наш дом. Мы благодарим Тебя за преуспевание. Мы благодарим Тебя, Отец, за разрушение твердынь во имя Иисуса прямо сейчас. Благодарим Тебя за Твою любовь. Если вы еще не познали Иисуса как Господа, молитесь вместе со мной, чтобы сделать Иисуса вашим Господом. Если вы не уверены в своем спасении и в том, что имеете жизнь вечную, хочу вам сказать, что Иисус любит вас и хочет войти в ваше сердце. Если вы хотите сделать Иисуса Господом в вашей жизни, произнесите эту молитву вместе со мной. Иисус, войди в мое сердце. Спасибо, что Ты умер на кресте за мои грехи. Я принимаю Тебя сегодня как своего Господа и Спасителя. Спасибо, что Ты воскрес из мертвых. Прости меня и очисти меня и даруй мне жизнь вечную во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Свяжитесь с нами. Мы будем рады получить ваше письмо. Пишите нам на имейл, которое вы видите на своем экране. Пишите ваши молитвенные нужды, комментарии. Мы будем рады взаимодействовать с вами. Заходите на наш сайт, а также, дорогие зрители, мы несем Евангелие в разные нации посредством нашей телевизионной трансляции. Через интернет, миссионерские поездки, конференции, крусейды, через наше служение бедным. Мы помогаем нуждающимся. Мы приезжаем в разные уголки земли и приносим Евангелие. Если ваше сердце открыто для распространения Евангелия, если вы желаете, чтобы Евангелие проповедовалось и менялись жизни, если вы желаете внести свой вклад, вы не просто говорите, «Я люблю Иисуса», но вы хотите поучаствовать в служении Ему, то я призываю вас зайти на наш веб-сайт и сделать пожертвование и стать ежемесячным партнером служению «Расцвет пробуждения». Мы не просто верим в ваше даяние. Дело не в самих даяниях, но дело в духовной связи с нами. Мы верим, что когда вы жертвуете в наше служение, вы будете принимать то же помазание, за вас будут молиться. Мы заключаем завет с нашими партнерами, мы молимся за наших партнеров каждый день, молимся за их нужды, мы стараемся познакомиться с ними поближе. Поэтому мы хотим и вам предложить стать нашим партнером. Мы хотим быть с вами на связи. Если вы чувствуете в своем сердце желание пожертвовать, то вы можете зайти на наш веб-сайт и перечислить свое пожертвование. Если вы хотите написать нам и сказать, «Я хочу помочь, хочу стать партнером, хочу распространять Евангелие Царства, мы с удовольствием познакомимся с вами, нашим новым партнером и другом». Также вы можете принять участие в служении. Мы делаем миссионерские поездки, у нас есть школы онлайн, в которых вы можете принять участие. Мы обучаем людей принципам служения и многим другим вещам, поэтому оставайтесь на связи. Спасибо большое, что вы были с нами сегодня. Я благословляю вас во имя Иисуса. Увидимся в следующей программе благословений вам. Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька младшим. Распространение Евангелия в народах. Исцеление. Спасение. Чудеса. Свобода. Увидимся Иисуса в действии. Служение. Расцвет пробуждения с Хермесом Фалька младшим. Служение. Расцвет. и поход söyl 식 ra iant fалька. Расцен è полчаса If og I ты 회� entry нам ос placed в полчаса